Здравствуйте! Это рубрика интервью. Я Наталья Чудина и сегодня мы в гостях у Галины Салаты, министра образования и науки Республики Хакасия. Здравствуйте, Галина Александровна. 25 мая 11-ти классники у нас дают первый экзамен по ЕГЭ. Вот расскажите, какой это будет экзамен и вообще давайте поговорим о том, что у нас в этом году снова нового. Добрый день! В этом году у нас 2734 человека сдают выпускные государственные экзамены, которые будут проходить в форме единого государственного экзамена. 25-го действительно по всей стране пойдет первый день государственного экзамена. Это экзамены, которые будут проходить по географии и по литературе. В этом году у нас по географии сдают экзамен 71 выпускник, по литературе сдают экзамен 124 человека. Все, что связано с подготовкой к экзамену, сегодня по Республике готовы. Какие у нас предметы являются самыми выбираемыми? Вы знаете, традиционно по всей Российской Федерации и не исключением является наша Республика, самым выбираемым предметом остается общество знания. В этом году по Республике его сдают более 52%. Историю, например, сдают меньшее число учащихся, где-то около 21%. Такой экзамен, как биология, когда-то очень популярный экзамен, очень большое число ребят его сдавали, сдают 19%. Нас очень радует, что впервые увеличилось число ребят, сдающих физику. И в этом году где-то около 21% ребят сдают этот предмет. Точно так же незначительно, но выросло число ребят, сдающих химию. Хотя химия у нас остается по-прежнему в числе самых невыбираемых предметов. Но то, что начиметился вот такой рост и такая тенденция появилась, мы полагаем о том, что несколько улучшилась материальная база по физике, по химии. И самое важное, наверное, еще это то, что повысился интерес к предметам, которые связаны с науками техническими. Это вот то, что касается предмета такого физика. Поэтому это радует, и это вместе с тем накладывает дополнительную ответственность, готовить ребят по этим предметам более тщательно и глубоко. А сколько у нас в Хакасе организовано пунктов сдачи ЕГЭ? У нас организовано в этом году пунктов меньше по стране не с прошлым годом. Это связано с тем, что по всей Российской, опять же, повторяю, Федерации идет оптимизация пунктов проведения экзаменов. У нас их 20 в этом году. И ребята уже знают, в каком пункте проведения экзаменов они будут проходить итоговую тестацию. 8 у нас пунктов расположены в Абакане, 3 в Аскитском районе и по одному пункту расположены в каждом муниципальном образовании. Но при этом у нас выпускники прошлых лет и по некоторым предметам выпускники этого года, Устебаканского и Алтайского районов, будут проходить эти стации в пунктах больших города Абакана и в городе Сайногорске. Схема распределения по пунктам уже имеется. В ближайшее время будут выданы путевые листы, так называемые, маршрутные листы, где будет записано, какой экзамен, когда и где будет сдавать выпускник школы. У нас 12 апреля сгорело в Хакасии две школы. Где и как будут сдавать экзамены ребята из этих школ? Это у нас малокомплектная школа, где обучалось небольшое число детей, 7 и 6 человек, начальной школы. Поэтому детки еще не доросли до выпускных экзаменов. Они продолжили обучение в ближайших школах, в которых обучались их односельчане старше, чем 10 лет. То есть те ребятишки, которые обучались в 5 и 11 классах. Поэтому в этой части их беда миновала. И поэтому вызывать выпускные экзамены они не будут. Этих малых школ ситуация не касается. Но вот в этих школах сгорело достаточно много документации на детей. Как она будет восстанавливаться? Это одна из самых малозначительных проблем, которые сегодня есть в этих территориях. Документация будет восстанавливаться. У нас есть электронные журналы, там где они заполнялись. Будут восстановлены личные дела, будут восстановлены классные журналы. Поэтому на детях это не отразится. Но и все же школы сгорели. Детям пусть 6-7 человек. Школы будут строиться. Очень важно было получить мнение жителей села. Вернутся они к местам проживания, где сгорели их дома. Но и оба населенных пункта, и Кожухова, Женькинзевского района, и Кагаева, Женькинзевского района, Жители приняли решение, что они вернутся, будут жить по месту своего прежнего проживания. Поэтому школы будут строиться. Обе школы будут построены вновь. Какие-то сроки можно назвать? Есть проекты строительства этих школ. Это учительские дома, которые у нас уже имеется практика такого строительства. Поэтому по срокам мы ожидаем точно так же, как и по жилью. Вернемся к ЕГЭ. Все ли пункты проведения экзаменов будут оснащены видеонаблюдением? Видеонаблюдением будут оснащены так же, как и в прошлом году, все пункты проведения экзаменов. Но особенностью этого года является то, что увеличится число аудиторий и число пунктов проведения экзаменов, в которых будет видеонаблюдение в системе онлайн. И уменьшится в системе оффлайн. Из 20 пунктов проведения у нас 15 будут в этой системе, скажем, всероссийской системе видеонаблюдения онлайн. И это будет 157 аудиторий. А в системе оффлайн останется 5 пунктов. Это сельские удаленные территории, где нет такой еще пока технической возможности. Но оффлайн будет работать точно так же, как и в прошлом году. Будут видеозаписи, которые будут храниться в течение полугода. И в случае, если где-то видеонаблюдение прекращается по разным причинам, то в этом случае экзамен прерывается, восстанавливается видеонаблюдение, и тогда продолжается экзамен. Какие новшества в процедурных моментах в этом году? Есть в этом году процедурные новшества. Первое – это то, что экзамены нужно сдать в основной период. Так называемый дополнительный период уже ушел из практики. В основном периоде будут по-прежнему резервные дни. И те ребята, которые по уважительным причинам пропустили какой-то экзамен, они смогут пересдать его в резервный день. Те ребята, у которых экзамены оказались неудачные, и по одному из предметов, обязательных предметов, они получили неударительную оценку, тоже могут в резервные дни пересдать. А вот все то, что называется переиздачей дополнительные сроки, уносится на сентябрь месяц. Там любой выпускник может переиздать экзамен по основному предмету или переиздать экзамен по предметам по выбору, хотя процедурные моменты еще не определены, но известно, что это будет сентябрь. Время сдачи экзаменов пока неизвестно, но мы понимаем, что если сентябрь, это уже завершится вся приемная кампания в учреждении высшего профобразования. Ну, экзамены – это ответственный момент и для выпускников, и для родителей. Вот что так хотелось бы им сказать? Хотелось бы сказать, прежде всего, выпускникам. Ребята, вы учились 11 лет, вы имеете хороший багаж знаний, подойдя к выпускным экзаменам, вас отпустили до экзаменов, а значит, вы их сдадите. Хочу сказать отдельные слова родителям. Не надо гнетать обстановку. Подчас родители волнуются больше, чем наши дети. Поэтому задача родителей и учителей – создать благоприятную обстановку для прохождения экзаменов, для проведения экзаменов. С момента, когда дети готовятся, и в момент, когда они приходят на экзамен. Чтобы была доброжительная обстановка в пунктах проведения экзаменов, на этом мы настраиваем членов Государственной экзаменационной комиссии, всех организаторов Единого государственного экзамена. наши дети обязательно сдадут экзамен. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Всего доброго нашим детям.